Приветствую вас, друзья, и мы продолжаем играть в игру под названием Noter of 112. Сегодня у нас ночное дежурство, будем служить народу ночью. Так, давайте спустимся по шесту этому, или как он там называется правильно. И первый вызов уже поступил у нас, горячий автомобиль снова, но почему-то только одну пожарку посылают. Я, естественно, выбрал водителя пока что, если что, в дальнейшем мы переключимся. Так, давайте заводиться. В прошлой серии, когда мы столкнулись с возгоранием мотора автомобиля, посылали несколько бригад, несколько автомобилей служебных, а сейчас послали почему-то только одну пожарку. И в прошлый раз был изичный вызов. Мы выбежали, потушили мотор, остановили возгорание и все. А здесь что у нас случилось? Ну, то же самое на самом деле. Да, тоже возгорание двигателя, но зато машина больше не левитирует. Сейчас быстренько потушим. Куда он побежал? А, видимо, расстояние. Решил подальше отойти. Выбрал оптимальное расстояние. Да, ну, видимо, на этот раз нам сообщили сразу же, что никакой опасности здесь особо нет. Водитель вне машины уже госпитализирован или просто ушел. Вовремя вышел. Снова, кстати, колесо отвалилось. Ну, и все, друзья. Все, быстренько выполнили. Первый ночной наш вызов. Так, все за меня уже сделали. Короче, буду залезать, наверное, обратно в кабину. Да и ехать уже пора. Или меня заставят закрыть. Все-таки двери. А, нет, смотрите, еще попросили затолкать тележку с рукавом. Главное, стоять, смотреть, типа, намекают мне, что пора бы уже чем-то заняться. А не просто глазеть, как ты обычно это делаешь. Так, все, закатили. Теперь возвращаемся и погнали, друзья. На этот раз полиция, смотрите, не исчезла. Она до сих пор здесь. Видимо, у них тут какие-то дела. Так, ну что, мигалки мы врубаем, наверное. И потихонечку будем направляться обратно на пожарную станцию. Диспетчеру уже передаем, что задача выполнена. Огонь предотвращен. И все у нас отлично. Сколько там? Два часа ночи тем временем, друзья. Ну, наверное, где-то до утра будем работать. Где-то до восьми, может быть, до десяти. Посмотрим, все зависит от заданий, которые у нас будут, от вызовов. Так, ну, я поворотники здесь не включаю, потому что абсолютно никого нет, как всегда, за городом. Видимо, все же разработчики уменьшили трафик. Так, впереди это наши, да? Или это какой-то фургонщик гражданский? А, я же один на вызов-то приехал. Да, это, видимо, гражданский автомобиль. Чуть совсем забыл, что мы одни приехали. Красным цветом этот фургонщик просто поблескивал издалека, и я принял их за своих. Ну, это очередной какой-то маршрутчик или перевозками занимается частными. Давайте его обгоним. И перестроимся, наверное, на правую полосу. Нам нужно будет скоро, по-моему, поворачивать при заезде в город. Так, немного тут укачало, но ничего страшного. По этому мосту мы уже сто раз проезжали. Иногда кажется, посмотрите, что разметка исчезает. А, это, наверное, под фарой мне попадается. Хотя нет, это все-таки проблема с освещением. Полосы как-то странно мигают. Я подумал, они из поля зрения фар пропадают и темнеют немного. Но нет, посмотрите, они мигают. Так, тихо, поворот пропустил! Тормозим. Тормоза тут, конечно, дерьмовые. Но что-нибудь удивительно, это все-таки служебный пожарный автомобиль. А не какая-нибудь легковушка. Так, нормально здесь, вывернули. Что-то, по-моему, мы быстрее доехали, на самом деле. Тут какой-то маршрут проложили нам. Говеный. Что нам приходится все объезжать. Ладно, короче, врубим, наверное, мигалки. Проскочим на красный. И вырубим их тут же. Вызов, в общем, оказался ложным. Нам об этом быстренько сообщили. Поэтому мы вырубили мигалки и продолжаем свое движение. Вот здесь вот на зеленый проскакиваем. И сейчас, блин, опять красный. Ну ладно, давайте опять врубим мигалки. Но я на самом деле не знаю, позволяют ли синие огни у пожарки нарушать так грубо. Может, надо сирену при этом врубать? Или вообще не нарушать? Нет. Ну, нарушать-то можно. Когда на вызов едешь. Особенно какой-нибудь крупный. И опасный достаточно. Ну, будем надеяться, что я правильно поступаю. Хотя бы мигалки я врубил. А мог бы просто пролетать. Так, нам здесь придется развернуться. Мог бы просто пролетать, нарушая все правила подряд. Без включенных мигалок. И уж тем более сирен. Так, паркуемся. Благо, никого ждать не нужно. Потому что мы одни только на этот вызов приехали. Так, ну все, можно глушиться. И ожидаем следующего ночного вызова. Я постоянно какие-то ачивки получаю. Видимо, с обновлением ввели также и пару ачивок. Так, неизвестный автомобиль. Да, двигатель загорелся. Водитель покинул. Покинул автомобиль и находится в безопасности. Короче, стандартный отчет. Здесь нечего читать. Тем более с моими знаниями английского. Ожидаем следующий вызов, друзья. Следующий вызов тоже небольшой. Там какое-то маленькое возгорание. Ну, ночью такие вызовы, наверное, обычно. И случается. Кто-то по опьяни, например, забыл выключить плиту. Хотя это будет большое возгорание. Если он там еще уснет, то загорится целый дом, скорее всего. Ну, наверное, кто-то кинул бычок в мусорку, например. Или что-нибудь вроде того, я уверен, случилось. Так, давайте фару врубать. Поворачиваем. И будем сейчас на месте. Так, нас тут пропускают. Давайте протиснемся. И исчезает не только разметка, на самом деле. Некоторые объекты тоже исчезают. Ну, ладно. Я думаю, бессмысленно придираться к таким мелочам, когда у игры и так куча проблем. Более важных, тем более. Так, объезжаем. Снова поворачиваем. Где-то здесь, в городе, судя по всему. Потому что нас мотают по центру где-то. За город мы не выезжаем. Так, блин, поворот пропустил. По тормозам тихо, знак аккуратно. Объезжаем. Дальше круговое движение. Так, и вот, смотрите, да, действительно. То ли помойка, то ли автомобиль, что ли, припаркованный, загорелся. Что это такое вообще? Ладно, давайте. Парканемся здесь. Ну да, помойка, как я и сказал. Мусорный бак какой-то загорелся. Видимо, кто-то не затушил сигарету. Вот и вся проблема. Давайте тогда пока переключимся на того мужика, чтобы самим, наконец, тушить пожар. Так, отлично. Он как раз вытянул для нас рукав. Напялил маску. А, лавочка, смотрите, загорелась. Да, ну, я думаю, это все, опять же, из-за сигареты. Ё-моё, что происходит? Ну, минус лавка, друзья. Как бы нам жалко ее не было. Надеюсь, государство выделит средства на постройку новой лавки. Так, ну все. Вот такой вот вызов. Очередной небольшой, простецкий вызов. Возвращаем все назад. Закрываем ворота. И давайте даже не будем, наверное, переключаться. Сколько там время? Пять утра уже, блин. Давайте просто прокатимся с нашим коллегой. Не знаю, как его назвать. Я уже, наверное, все имена перебирал. И отчество. Ну, пусть будет Михалыч. Очередной Михалыч. Интересно, здесь есть прямо какие-то очень крупные вызовы? Например, склад загорелся или завод какой-нибудь рванул. Что-нибудь прям очень жесткое и масштабное. Было бы классно, если бы задействована была, по сути, вся пожарка. Куча пожарных автомобилей. Ну, пока что водитель наш Михалыч отлично справляется с поставленной задачей. Какие-то там карты платежные рекламируют. Да, очень быстро время летит. Смотрите, уже 7 утра. Итак, справились мы за 5 минут всего лишь. Полиция ищет подозреваемых. В поджоге. Возможно, какие-нибудь хулиганы. Может, какой-нибудь зевак действительно киданул сигарету. Лавка была очень сухая. Хотя, вроде, некоторые лавочки покрывают специальным веществом. Защищающих от возгорания. Но это не точно. Так, а вот и крупный вызов. Судя по всему, достаточно много машин будет задействовано. Но я, честно говоря, так и не понял, что это за вызов. Там не было написано, как ни странно. Так, ладно. Выезжаем как можно быстрее. Сейчас посмотрим, что же там случилось. Я надеюсь, это не очередная машина на хайвее. Или грузовик горящий какой-нибудь очередной. Так, заводимся. Голубые огни. Рассчитали нам маршрут? Да. Все, тогда давайте вырываемся первыми. Нет, не первыми. К сожалению. Хотя, какая разница, мы сейчас в любом случае обгоним наших коллег или нет. Потому что очень близко этот вызов находится. И, друзья, неужели это тот магазинчик, наконец? Да, вот он, по-моему, стоит. Смотрите. Так, ну окей, посмотрим, что же это за вызов. Вот здесь вот тормозим. Диспетчер ничего не сказал. Абсолютно какое-то полное молчание. Держит нас в неведении. Так, окей. Идем на позицию. Мы разворачиваемся, кстати, уже. Хотя никакого дыма я вообще не вижу. Так, ладно, окей. Давайте разворачиваться. Да е-мое. Не то нажал случайно. Очень как-то подозрительно. Так, нам теперь нужно соединить рукав. Давайте его тоже поднимаем. На позицию вот сюда вот устанавливаем. А, вот-вот-вот валит дым, да, друзья, не заметил я. Так, хорошо. Наконец-то этот магазинчик загорелся по-настоящему. И, похоже, это складское помещение. Так, все, здесь мы все соединили, развернулись. И готовы уже к пожару тушения. Поднимают лестницу. И вообще им, по идее, нужно подъехать поближе. Хотя, на самом деле, она выдвигается, по-моему, прям очень далеко. О, давайте глянем тогда. Действительно, складское помещение горит. Не очень понятно, как они будут тушить с помощью этой лестницы. Да, здесь вот ворота. Наконец, блин, я счастлив, на самом деле, что этот сраный магазинчик, откуда поступали постоянно ложные вызовы. Возможно, это даже один из наших парней решил отомстить. И сам поджог устроил. Так, да, смотрите. О, минус товар. Не повезло, не повезло этому супермаркету. Не уверен, что страховка все это покроет. Возможно, они обанкротятся. Если это единственный их магазин. Так, чуть ящик не упал. Надо, наверное, отойти, а то, мало ли, на голову что-нибудь шандарахнется. Может, за него, кстати, переключиться? Ну, ладно, давайте не будем. Мы и так с вами в курсе принципа пожаротушения в этой игре. Ой, ё-моё, сколько воды. Смотрите, аж сюда капает мешок какой-то. Автоматические двери, как всегда. Когда наш коллега мимо проходит, они открываются. Может, что-нибудь под шумок взять? Например, сачок какой-нибудь. Блин, посмотрите, насколько размытые текстуры. А вот у алкоголя чуть-чуть получше. Вот это, кстати, на Капитана Моргана похоже. По-моему, это и есть вот этот вот ромовый напиток от Капитана Моргана. Скидос, кстати, смотрите. Ещё вискарик какой-то или коньяк, возможно. Так, ладно, нам нужно заниматься вообще-то вызовом. Так, ну чё, братан, ты всё? Осталось уже немного. Ну ладно, давайте за него переключимся, на него точнее. Так, кто это у нас? А то снова я без маски. Куда я, кстати, побежал? Точнее, я уже совершенно другой персонаж. Давайте тушить, друзья. Я, может быть, чуточку быстрее даже справлюсь. Я прям точечную атаку совершаю на огонь. Так, здесь всё вроде как. Вот здесь вот немного. По потолку уже распространяется огонь. Было бы здорово, если бы они сделали такую функцию, когда заходишь без маски, то начинаешь задыхаться или хотя бы просто прокашливаться. Потому что это как минимум глупо выглядит, когда вот мой напарник в маске, а здесь очень много дыма, а я без маски просто захожу и спокойно наблюдаю. Так, вот тут вот, ещё немного здесь. На самом деле, немного у них тут товара на складе. Видимо, всё на прилавках. Так, ну и всё. Вроде как, да? Огня больше нет. Вот тут вот ещё немножко осталось. По-моему, всё. Даже дым... А, нет, вот ещё. Маленький коробочек. Горит, но можно даже тапком затушить, наверное. Но мы профессиональная пожарная команда. Так, готово, друзья. Дым, кстати, по-прежнему валит. Как ни странно. Может, это остатки, типа? Огня больше нет. Давайте выйдем наружу. Так, надо с того же, наверное, прохода. Выхода, точнее. Всё, перестал дым валить. Не знаю, зачем они поднимались на лестнице. Может быть, и на крыше уже. По крыше дым распространился. Огонь, точнее. И, возможно, и крыша пригорела немного. Поэтому они поднимались туда, тушили. Я, к сожалению, этого не застал. Убрали контейнер. А, кстати, я как-то на какую-то клавишу, по-моему, могу маску снять. То ли на B, то ли на N. Может, на K, на L. Не помню, в общем, какая клавиша. Я все сейчас быстренько понажимал. А, вот, на P. Смотрите, могу маску снять. Или нет. Блин, ну развернись-то, непонятно. То ли он снял, то ли нет. Ну да, снимай, смотрите. Баллон также пропадает. Так что... Ну, смысла от этого нет. Что я убираю его, что не убираю. Я не задохнусь, наверное, в любом случае от дыма. Так, ну и все. Давайте переключаться, наверное, на водилу какого-нибудь. И будем ехать обратно, направляться на станцию. Не на того переключался. Но да ладно, насрать на самом деле. Тут пару кварталов всего лишь на до пожарной станции. Так что не буду уже переключаться за водилу. А то вдруг опять все забагует. И будет все очень плохо. В маленькую пожарку я залез. Но кто-то в летней кафешке, смотрите, ест мороженое в одиночестве. Приунывший. 6 сентября 2016 года сработала пожарная сигнализация. Пожарный персонал увидел большой дым, валящий из здания. И, в общем, мы быстро сработали, предотвратили возгорание. И никто не пострадал. При этом полиция опять же работает по поводу этого происшествия. Ну, вот такое вот краткое описание отчета. Следующий вызов. Это у нас ДТП. Две машины столкнулись. На самом деле никакого сгорания я не вижу. Так что мы, наверное, здесь быстро разберемся. Смотрите, спорят водители. Кстати, в первый раз столкнулся с тем, что у нас одна пожарка была на вызове. И поэтому мы ее задействовать не смогли. Ну, что у вас тут, ребят? Выясняйте отношения. Как всегда, смотрите, пристроился к бабе наш коллега. Так, мне вообще-то нужно вытягивать рукав. Я тут непонятно чем занимаюсь. Давайте вытянем. Вот так вот. А, и теперь мне нужно опять чекать интегральную помпу. Но, честно говоря, что-то не хочется этим заниматься. Давайте переключимся на другого кого-нибудь. Пока не поздно. На лидера, например. Так, что там нужно? Извлечь батарею. А, да, надо засыпать все эти жидкости, которые разлились. Давайте сейчас перекусим провода. Извлекать-то аккумулятор, конечно, не надо. Так, давайте все это размазывать. Вот так вот. Немного пыли, конечно. Но ничего страшного. Так, все, да, готово. Ну и завязываем. Можно уезжать, наверное. Да, все, готово. Засыпали жидкости. Так, мужик, ты чего закрыл-то? Я не поместил швабру еще. Вот теперь все, можно. И на этом мы тогда будем заканчивать, друзья. Всем спасибо за просмотр. И увидимся в следующем видео.